Рассказ Егор Иркутский Эта история произошла за несколько лет до Великой Отечественной войны. Сталин приказал, чтобы в каждой деревне, в каждом доме была установлена радиоточка. Голос Москвы должен быть услышан всюду. Радиофикация советского села началась и пошла круто. Докатилась она и до села Кардаво. Человек шесть неместных молодых радиомонтеров трудилась ежедневно с раннего утра до позднего вечера. Парни копали в земле ямы, возили столбы, пропитывали комельку дроном, ставили их надежно, закапывали, усердно трамбуя. Вокруг монтеров кружились вездесущие мальчишки. Они как могли помогали, приносили из колодца студеную воду, подавали инструменты, примеривали на свои басы и маленькие ножки тяжелые лазы. Их в деревне называют когти. Когда линия была готова, стали подводить провода к домам. Залезет монтер на лазер на стол, прикрепит провода на стаканчики, а другие монтеры приворачивают на фасаде домов стаканчики поменьше. Провода пропускают в дом через оконную раму. В каждом доме обязательно висел портрет товарища Сталина. То он курит трубку, то сидит с Лениным, то двухцветным карандашом делает пометки на большом листе бумаги. Рядом с портретом вешали радиодинамик. Называли его блин – маленький, детский кулачок, металлический динамик, а вокруг него рупор из толстой черной плотной бумаги. Когда бумага была цела, звуки были четкими. Но стоило только повредить бумажный рупор, как звуки становились дребезжащими и непонятными. Бригада монтеров, добросовестно делая свое дело, дошла до дома старика Егора Иркутского. Еще при царе за какой-то проступок его ссылали в Иркутский край. Перенести невзгоды ему помогли молодость и православная вера. Бывал, никогда не сядет за стол, не возьмет ложки, пока не перекрестится сам и не перекрестит пищу. И Бог помогал ему. В красном углу его дома висели богато украшенные старинные иконы. Это для спасения души. В простенке между окнами красовались два портрета. На одном русский царь Николай II во время коронации. На другом портрете изображен нынешний государь Иосиф Сталин. Они на стене висели рядом, на равных, и между собой не ссорились. И от этого домашнего уюта у старика на душе было покойно. Пенсию в то время не платили, и они жили кто как мог. Сеяли на огороде под лопату картошку, морковь, свеклу, капусту, огурцы и непременно для деликатеса репу. Эти люди не жаловались на жизнь, не роптали на власть. Каждый знал, всякая власть от Бога. И как они умудрялись, не имея рубля в кармане, налоги еще платить? Сдавали родине картошку, яйца, коровье масло. Если не было кур и коровы, все равно должны были сдать. А раз дал женам, значит, надо доходить. Но то, что Егору предложила в этот раз советская власть, он принять не мог. Ему следовало в дом провести радио. Для верующего человека того времени это было свыше сил. Были же написаны в старинных книгах пророчские слова. Будут железные птицы по небу летать, больно будут людей клевать. А железные кони по рельсам будут бегать, а из ноздрей огонь и пар вылетать будет. А это все от сатаны. Будучи в Иркутских краях, он не раз встречался со староверами, и укреплялась у него от них вера. А тут к нему в дом затащат эту железную говорилку, которой сама без человека будет и петь и говорить. Это же не железка, а бесы будут говорить. Набравшись сил, старик решил сопротивляться. Монтерам он сказал, что запрется в доме и не впустит их, а с ними и бесов. Пришел председатель и напомнил Егору, что это приказ самого товарища Сталина. Ну что делать? Фу, старика на раскоряк! Разрешить поставить? Врага в дом впустишь. Не разрешишь? Сам станешь врагом народа и на соловки угодишь. При плохом здоровье его возрасте он не выдержит. И тут народная мудрость помогла ему. Раз товарищ Сталин приказал, проводить радио надо. Но товарищ Сталин не уточнил, в каком углу ставить эту говорилку. А поставьте, сынки, эту штуку мне в полисаднике на черемуху. Когда товарищ Сталин будет говорить, я выйду и буду слушать. Так и решили. В инструкции не расписано, куда вешать радио, внутри или снаружи. Главное, чтобы товарищ Сталин не обиделся. Сказано, сделано. Радиодинамику крепили на стволе толстой черемухи. А чтобы дождем не размочило, сверху приделали деревянный козырек. Монтеры пошли дальше, а Егор перед иконами и лампадой отбивал поклоны и благодарил Господа, что его дом остался чистым. Через несколько дней по проводам дали ток, и в каждом доме стало весело. Москва пела и прясала. А у деда Егора на черемухе бесы веселились. Проходя мимо, старик крестился и плевался в сторону радиоточки. Передачи на радио начинались с шести утра, а заканчивались ровно в полночь. Однажды утром радио у старика не заиграло. Он вышел и увидел, что блин висит на черемухе боком. Бумажный рупор весь порван, а металлический динамик разбит. Старик не знал, что парни шли толпой по улице, забросали камнями визжащий динамик и разбили его в дребезг. Дед Егор в свои преклонные годы от радости запрыгал и захлопал до доши, приговаривая. Не попал, сатана, не попал в свою говорилку, все расщакал, слава богу. Эта история село обсуждала с полгода. С той поры прошло более семидесяти лет. Умерли дед Егор и его бабка. Монтеров не осталось живых. Всех прибрала война. Нет того дома с черемухой, да потопных радиоблинов. Осталось только в памяти людей эта удивительная история о приходе в деревню цивилизации и о страхе. А возможно, дед Егор-то был прав. Ныне на головы людей из телевизоров выливается столько пошлости, разврата, жестокости, что добрым словом помянешь и верующего Егора, и его смелый поступок. Рассказ написан мною 20 февраля 2009 года.